Пожар в сельском клубе села Кичуй в конце лета прошлого года стал новостью номер один среди жителей. Все пытались понять мотивы поджигателей и даже выдвигали свои версии произошедшего. Полицейские же после проведенных проверок сообщили, подожгли очаг культуры хулиганы. По словам блюстителей порядка, есть в селе такие жители, которые от нечего делать, не прочь устроить беспорядок, предварительно выпив для храбрости. В основном в селе проблема это пьянство и безработица, тем более далеко от города. И некоторые, которые злоботребляют, они уже не устраиваются в город, а проживают здесь. И все-таки распивают спиртные напитки, если уж профилактика не помогает, то таких людей мы ставим на учет. После того, как на них будут составлены два протокола на учет, как алкоголики. И периодически они проверяются на дому. Задержись огнеборцев в пути и история с поджогом могла бы получить другую развязку. Здесь же все закончилось относительно хорошо. На восстановление крыши были выделены средства из резервного фонда Альметьевского района. Сейчас работы почти завершены. Событие бесспорно оставило неприятный осадок на душе кичуйцев. Но на паузу культурную жизнь села не поставила. Свой юбилей народный ансамбль «Рябинушка» отметил в Доме культуры села Нагорное. Подарком артистам стали новые костюмы, музыкальные инструменты и бурные овации. А даривали и сами юбиляры, дарили улыбки, радость и душевные песни. Уже много лет кичуйцы и жители села Нагорное живут как одна семья, поэтому и проблемы свои решают сообща. Не в первый раз оживленное обсуждение у сельчан вызывает Нагорновская дорога. Вернее, ее отсутствие. Мы с Нагорного проживаем, мы уже как родились, так и живем. Там наши старики прожили эту дорогу, просили, и мы просим. На Заречной три проживаем мы, там у нас одни пенсионеры. А сейчас копают траншею с горы, перекопают, вот, и будет грязь. Там ни проехать, ни пройти. Все мазы, камазы, эти штанговозы, трубовозы, там скважина у нас. И они ездят и плутают, они вместо скважины к нам приезжают в огород, разворачиваются, а потом мы никак не выйдем. Поговорить о наболевшем собрались все вместе. Впрочем, поводов для радости у сельчан тоже немало. Это рост населения, ремонт в школе и детском саду. Также впервые в селах был приведен референдум по самообложению граждан. Большинство кичуйцев поддержало идею. Так, селу удалось собрать около 92 тысяч рублей. Теперь ждут денег из бюджета республики. Эта сумма будет ровно в четыре раза больше той, что собрали жители поселения. На средства, собранные самообложением, было решено начать строить детские площадки в селах Нагорное и Кичуй. Цены очень разные. 350 есть тысяч рублей одна детская. Ну, как бы там вы видите, вот в городе такие стоят во дворах прекрасные площадки, но они очень и очень дорогие. Вот сейчас мы нашли в Таганроге, обещают нам 90 тысяч стоимость одной, там 8 комплектов. Горка есть, там качели, карусели, скамеечка, песочница, вот такие вещи. По плану работа должна была завершиться к концу 2014-го. Дело затормозили граждане, не пожелавшие раскошелиться. Таких в Кичуе 41 человек. Остальные же сдавали по 200 рублей с каждого работоспособного жителя. Проблем пока немало. Когда-то одной из таких было страстное желание сельчан восстановить разрушенную церковь. Вынашивали эту мечту долгие годы. И когда, казалось бы, любой надежде оставалось только угаснуть, впервые были отворены двери никогда заброшенного храма. Сейчас работы по восстановлению церкви идут полным ходом. Установлены окна, восстановлена крыша над алтарем. Помогают в ремонте и сами сельчане. И лереют надежду на то, что совсем скоро над поселением зазвучит колокольный звон.